Добрый день, уважаемый президент, добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю наш институт, наш центр за возможность выступить и представить наш небольшой опыт в лечении пациентов с нейробластомой в высокой группе риска, в частности, проведение высокодозной химиотерапии данной группы пациентов. Как вы все знаете, нейробластома – это уникальная опухоль. С одной стороны, она способна к спонтанной регрессии, с другой стороны, она может течь абсолютно рефрактерно, о чем говорил Илья Викторович. И наша задача – постараться справиться с этим. Особенностью этой опухоли также является, что имеется большое количество различных генетических паттернов, которые влияют на течение заболевания и последствия, на которых нужно строить классификацию и рискодаптирную стратегию. Данный слайд уже сегодня показывали. По рискодаптирной стратегии туда необходимо включать и то, что я говорил ранее, биологию опухоли, клинические факторы, в том числе лабораторные, ответно-индукционную терапию, изучающие методы и оценка также минимально-остаточной болезни, чему в докладах было уделено очень много. В настоящий момент мы используем, к сожалению, стратификацию на группы риска, которую используют большинство наших центров. Мы никак ее не модифицировали и продолжаем пользоваться ей. Выживаемость у пациентов с нейробластомой высокой группы риска, как уже тоже говорилось ранее, за последнее время претерпела незначительные изменения благодаря внедрению как раз-таки высокодозной химиотерапии, сфотологической трансплантацией стволовых кровотворных клеток и ведением иммунотерапии. Здесь представлены два рандомизированных исследования, опубликованных в 2005 году, в которых показали, что высокодозная химиотерапия имеет преимущество перед продолжением стандартной химиотерапии. И та работа, за которую мы взяли в основу для своего пилотного протокола, это работа Джулии Парк, где проводилось сравнение двух групп пациентов, которые получали одну или две трансплантации, в сочетании и вне сочетании с иммунотерапией, в частности, анти-ЖД-2 антитела. И как показала эта работа, тандемная трансплантация даже без иммунотерапии наиболее эффективна. Эту работу мы взяли в основу своего пилотного протокола для лечения пациентов с высокой группой риска. Мы также используем три фазы терапии. Это индукция, консолидация и постконсолидация. В индукции включены химиотерапевтические этапы лечения. Это чередование блоков М5 и М6, аферос периферических стволовых клеток при санации костного мозга в достаточном количестве для проведения тандемной трансплантации и хирургические этапы лечения. В консолидации используется высокодозная химиотерапия с аутологичной трансплантацией гометометическими стволовыми клетками. Мы используем тандемную трансплантацию. Это комбинация театеп-цикловосфан и следующий за ним – это карбоплатинный этапозит-мелфолан, всем известный. И те пациенты или те родители, которые отказываются от проведения тандемной трансплантации, мы проводим курс триасульфан-мелфолан. То, что, собственно говоря, проводят в центре имени Димы Рогачёва, который показал свои преимущества и более безопасный профиль по сравнению с бусульфаном и мелфоланом. Также часть пациентов может получать лучевую терапию по показаниям. И в постконсолидации мы используем иммунотерапию в сочетании с изотретианином. Количество пациентов, пролеченных у нас с высокой группой риска, с использованием высокодозной химиотерапии, достаточно небольшое. Всего 10 человек. Возраст от 2 до 10 лет. У большинства из них была амплификация гена НМИК и поражение костного мозга. Как вы видите, у большинства был достигнут очень хороший частичный ответ, что также могло являться как-то повлиять на результаты. Я вам не привожу кривую выживаемость, так как пациентов достаточно мало, и постараюсь рассказать о каких-то более конкретных случаях. Первый представленный случай – это ребёнок, который у нас получил тандемную трансплантацию. Сегодня был доклад как раз, когда после тандемной трансплантации через 2 месяца возник нейрорецидив. К сожалению, он не подтверждён как-то гистологически, но после лучевой терапии удалось достичь регрессии этого очага и продолжить иммунотерапию. Ну, собственно говоря, также вот четвёртый пациент, который не получал у нас иммунотерапии, он не получал у нас в связи с тем, что являлся гражданином другой страны, и мы не смогли провести ему иммунотерапию. Это те пациенты, которые по разным причинам получили один курс высокодозной химиотерапии. Первый пациент, который планировался на проведение высокодозной тандемной трансплантации. Здесь, к сожалению, по техническим причинам не удалось выполнить вторую трансплантацию по причине повреждения пакета с периферическими стволовыми клетками. Вторая пациентка – это пациентка с рефракторным течением нейробластомы, которая во время выполнения первого курса высокодозной химиотерапии развилось тонкокишечное кровотечение. К счастью, удалось остановить с последующим развитием на фоне массивных гемотрансфузий синдрома повреждения легких. И от проведения второго курса высокодозной химиотерапии в этом случае принято решение отказаться. Ну и два пациента, которые у нас получили стандартный кондиционер тресульфан-милфалан, они также получали в постконсолидационном этапе иммунотерапию тоже с хорошими достаточными результатами. И два последних пациента. Один пациент, который у нас умер во время проведения высокодозной химиотерапии от резистентного септического шока. И второй пациент, после проведения первого курса высокодозной химиотерапии, по всей видимости, у него развилась вирусная инфекция с выраженной недостаточностью костного мозга, проявляющейся в виде анемии, средней степени тяжести, тяжелой тромбоцитопения. К сожалению, от проведения второго курса высокодозной химиотерапии принято решение было отказаться. И через несколько месяцев возникло бурное прогрессирование, и пациент также умер. Токсичность, которую мы наблюдали при этих курсах химиотерапии, у остальных пациентов – это незначительная гептотоксичность, повышение ЛТСТ были в пределах второй-третьей степени. Нефротоксичность в виде тяжелого повреждения почек отсутствовала. У всех пациентов развилась во время высокодозной химиотерапии нейтропиническая лихорадка. Пациент, который, к сожалению, умер, у него развился рефракторно-септический шок. Два пациента имели пневмонию. У большинства пациентов развивается стоматит первой-второй степени и диарея у большей части пациентов. И вот один пациент у нас был с желудочно-кишечным кровотечением. Спасибо. Хочу поблагодарить нашу команду. В выводах хочу сказать, что дальше мы продолжим использовать тандемную высокодозную химиотерапию в сочетании с иммунотерапией при согласии родителей и пациентов на это. И будем дальше следить за результатами и докладывать вам. Продолжение следует...